В эфире информационная программа «Панорама Севера». С вами Александр Цепнитов. Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова В 2013-м индивидуальной консультацией в Архангельской психиатрической больнице прошли 502 человека, чьи близкие страдают наркоманией. Дальнейшая реабилитация наркобольного начинается со стационарного этапа. Впервые в 2013-м году у нас было открыто 10 койек на базе областной психиатрической больницы именно реабилитационного профиля. А с апреля 2014-го еще две реабилитационные койки у нас открыты в Северодинском психоневрологическом диспансере. На этих койках идет реабилитация у пациента. Вы видите, что количество их низкое. На заседании также представили нового начальника региональной службы по контролю за оборотом наркотиков по Архангельской области Валерия Софьянова. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. Строительство домов на улице Конзихинской и футбольного поля в Дю США номер 6 в Северном округе, реконструкция детского сада Наполина Осипенко в Майской горке. Эти объекты муниципалитет держит на контроль ежедневно. В ходе рабочей поездки там побывал заместитель мэра Архангельска по вопросам городского хозяйства Святослав Чиненов. На стадионе Дю США номер 6 в Северном округе ведется строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием. Общая стоимость проекта 135 миллионов рублей. Финансируется стройка из городского, областного и федерального бюджетов. Сейчас начинается установка покрытия для поля. А сдать объект строители планируют уже в этом году. Ориентировочный срок – это конец августа, начало сентября по проведению аукциона. А вот в августе в том же Северном округе смогут отпраздновать новоселье жители трех многоквартирных домов по улице Конзихинской. На данном этапе идет сборка конструктива. Нулевой цикл мы закончили. Выбираем конструктив. Первый этаж одного, второго дома. Второй этаж заканчиваем. Второго дома, самого большого, который у нас получается с входом для инвалидов, с подъемником. Сети здесь уже смонтированы. Осталось только подключить, врезаться и благоустройство. Хорошо. Когда под кровлю, по графику, окна, рамы, тепловой контур? Окна уже на заводе изготавливаются. Как говорится, мы не привязаны никому, мы сами их производим. А кровлю, я думаю, что на этом доме мы уже на следующей неделе начнем кровлю монтировать, а на этих домах через неделю. Строительство трех домов по улице Конзихинской – это один из участков, где реализуется первый этап программы по расселению аварийного жилья. Всего будет расселено 47 аварийных домов. Со следующего года мэрия Архангельска начнет строительство домов свыше трех этажей. Ранее, буквально, может быть, еще месяц назад у нас такой возможности не было, поскольку мы были ограничены действующим федеральным законодательством. Это именно статья 14 федерального закона номер 185. Федеральный центр услышал муниципальное образование, принял решение о внесении изменений и дополнений. Я говорю именно о приборивании общедомовыми приборами учета жилищного фонда, которое сдерживало рост строительства. Сейчас это препятствие, это условие будет снято. В Майской горке на улице Полина Осипенко 7 преображается здание будущего детского сада на 220 мест. В ходе масштабного ремонта уже завершен демонтаж перегородок, выполнена перепланировка помещений, установлен тепловой пункт, ведутся малярные работы. Но, как оказалось, меры по пожарной безопасности в садике не соответствуют нормам. Необходимо дополнительно принимать технические решения и, соответственно, предусматривать некое финансирование под эти работы. 1 сентября эти стены оживут и наполнятся детскими голосами. Также в Архангельске разрабатывается проект строительства нового детсада в Соломбале. В целом мероприятия дорожной карты по ликвидации очереди в детсады позволят создать до 2015 года около 2400 новых мест в детских садах. Мария Воробьева, Сергей Минин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Программа «Школьная ипотека» продолжена. Такое решение принято правительством Архангельской области. Проект позволяет учителям в возрасте до 35 лет получить свидетельство для оплаты первоначального взноса при ипотечном кредитовании. Принять участие в школьной ипотеке могут учителя, которые отработали в системе образования минимум один год. С полным списком условий проекта можно ознакомиться на сайте dvinaland.ru в разделе «Министерство образования и науки». Отмечу, что учителям необходимо самостоятельно найти финансовую организацию, которая готова предоставить кредит под 8,5%. Получив заключение о возможности сотрудничества на этих условиях, следует направить заявление о желании участвовать в программе. «Представить все необходимые документы муниципальным образовательным учреждениям, соответственно, муниципальным органам управления, а педагогам, которые работают в государственных образовательных учреждениях, Министерство образования Архангельской области. Все это необходимо сделать до 18 июля». Всю информацию сведут в единый список. Затем будут определены педагоги, которые смогут рассчитывать на получение сертификатов в этом году. Напомню, проект «Школьная ипотека» стартовал в 2013-м. Из федерального и областного бюджета было выделено более 33 миллионов рублей. Специальные свидетельства уже получили 38 молодых учителей Поморья. Более 300 операций и полторы тысячи пациентов, получивших передовую медицинскую помощь. И все это меньше, чем за месяц работы. Накануне в новом хирургическом корпусе областной больницы губернатору Архангельской области Игорю Орлову продемонстрировали уникальные возможности лечения и реабилитации, которые отныне открыты перед врачами. В рентгеноперационной номер 2 сосредоточенная тишина. Команда врачей оперирует мужчину. Предстоит восстановить нормальное кровоснабжение его правой ноги. Из засуженных сосудов может начаться гангрена. Каждое действие хирурга под контролем рентгеновского аппарата. Особенность этих операций в том, что они выполняются через минимальный разрез. Например, делаем разрез 2-3 миллиметра, чтобы только зайти в сосуд. Дальше проводим инструменты по сосудам. В отделении рентгенохирургии уже сделаны 84 подобные операции. Всего же в новом корпусе областной больницы, начиная с 6 июня, выполнено более 300 вмешательств. О том, как инновации внедряются в жизнь, врачи рассказали губернатору Игорю Орлову. Главе региона объясняют, здесь можем оперировать даже доброкачественное новообразование головного мозга. На сегодняшний момент мощность хирургического здания располагает 340 коек, где развернуты 12 отделений, из них 10 хирургического профиля и 2 терапевтического профиля. Современные операционные, которых у нас 16, позволяют на сегодняшний момент очень серьезно смотреть перспективы развития хирургии будущего. Строили хирургический корпус 23 года. В ноябре 2013 объект ввели в эксплуатацию. Для области это событие знаковое – толчок к развитию всей хирургической службы Поморья. Современная диагностика сокращает срок пребывания пациентов в больнице. В кабинете рентгеновской томографии гостям показывают – теперь снимок печатается за считанные минуты. Пару дней назад Ольга повредила колено. Врач назначил рентген. Врачи хорошие, очень здесь доброжелательные, все объясняют, что делают, стараются для пациентов. К слову, для пациентов в новом корпусе не только инновационные медицинские технологии, но и комфорт – одноместные и трехместные палаты. Возможности нового хирургического корпуса Игоря Орлова впечатлили. Проделана просто огромная работа по насыщению его тем, что уже сделает это медицинским учреждением больницы современного уровня. Это современные рабочие места, новое качество услуг, возможность для реализации, развития научных изысканий для медицинских работников. А пока работа продолжается и за стенами нового корпуса. Рабочие возводят переход, который свяжет старые и новые здания больницы в единое целое. Елена Матвеева, Руслан Симушин, Панорама Севера. В теплое время в нашем регионе участились случаи укусов клещей. Статистика неутешительна. Более 5000 человек обратились к специалистам по данной проблеме. Знают ли архангелогородцы о способах профилактики и защиты от этих небезобидных насекомых? Об этом в сегодняшнем опросе. В лес не ходить, первое средство безопасное. Второе – энцефалитный костюм. И третье, которое мне рекомендуется. Никогда не делать прививку от энцефалита. По избежанию украшения здоровья. Надо делать прививку. Если клещ укусил, то лучше обратиться к врачу. Если нет такой возможности, можно его как-то маслом вытащить. Кремами обрабатывать тело. Я знаю, как их выводить, а как обезопасить себя. Элементарно просто одеться хорошо, плотно. Меры защиты – репелленты покупать от клещей, чтобы не было особо доступа к запястьям. Так сказать, чтобы были манжеты. Ну и пореже в лес ходить без надобности. Насчет одежды, чтобы руки были закрыты, ноги были закрыты, шея, чтобы была закрыта, ушки тоже, чтобы были закрыты. Должна быть плотно прилегающая одежда. Осмотреть обязательно нужно. Самое главное – это профилактика, наверное, и прививки. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. В Архангельской области к 5 июлю должны закончить оборудование мест массового отдыха людей на воде. В 2014 году для проверки дына мест массового отдыха и пляжей муниципалитеты подали 81 заявку. Больше всего мест к проверке представили власти Архангельска, Велеготского, Виноградовского и Холмогорского районов. Этим летом в Вельском, Шенкурском и Холмогорском районах Архангельской области пройдут съемки фильма «Атлантида русского севера». Фильм будет посвящен истории и культуре нашего региона. Основные сцены будут сняты по течениям рек Ваги и Северной Двины. Героями фильма станут коренные северяне, сельские батюшки, реставраторы, волонтеры, ремесленники. Музыкальным сопровождением станут произведения Бориса Гребенщикова. С 5 по 13 июля в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера» состоится трудовая экспедиция в деревню Большое Кротово и село Чакало Пенижского района Архангельской области. Для участия в ней приглашаются добровольцы. Во время экспедиции планируется восстановить храм начала 20 века и церковь конца 19 века. Подробнее с планом проведения экспедиции можно познакомиться на сайте «Общее дело». Приказом министра спорта России Виталия Мутко от 23 июня 2014 года Архангелогородцу Алексею Сачевка присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» международного класса. Алексея Сачевка великолепно знают любители боевых искусств и в частности «Савата» французского бокса. В октябре 2013 года сотрудник УФСИН по Архангельской области блестяще выступил в Санкт-Петербурге на всемирных играх боевых искусств. Летние каникулы – это, пожалуй, самая замечательная пора в жизни любого ребенка. Это время беззаботного отдыха и безграничной свободы. Но у всех ли детей все благополучно? Об итогах операции «Подросток» – сюжет наших новодвинских коллег. Операция «Подросток» состоит из нескольких этапов. Первый – трамплин здоровья – прошел с 19 по 28 мая. В этом этапе была проведена профилактика и оперативная работа с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних граждан. В рамках второго этапа «Белые ночи» и Международного дня борьбы с наркоманией был проведен рейд по неблагополучным семьям и лицам, состоящим на учете. Здравствуйте, отделение профилактики 54-го. Откройте, пожалуйста. Да, 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 открывайте комиссию. Комиссия зашла в квартиру неблагополучной новодвинской семьи, где проживает беременная мать и двое ее несовершеннолетних детей. Дома-то какая грязюка, посмотрите, песка сколько. Вот она взяла себе. А она-то сейчас очень много. Боже. Грязные дети, белье и посуда. Беспорядок во всей квартире. В квартире не очень. Маме рекомендовано прибраться, навести порядок, намыть детей. Иначе составляется протокол о надлежащем исполнении родительских обязанностях по статье 5.35. Отслеживаем ситуацию в семье, санитарно-гигиеническое состояние жилья, ухожены ли детки, есть ли питание у детей, в каком состоянии родители, выпивают, трезвые или выпившие. Узнаем последнюю информацию о семье, устроились ли на работу. В другие квартиры неблагополучных семей попасть тот день не удалось. Кто-то уехал на дачу, а кто-то ушел гулять. На очереди проверка несовершеннолетних лиц, которые были замечены при курении запрещенных препаратов. С ним была проведена профилактическая беседа о том, что недопустимо употреблять наркотики, любые наркотические средства. Подросток нам пояснил, что он исправляется, что устроился на работу, что старается исправить свое поведение. Через месяц в эти семьи снова нагрянет проверка. Какие результаты она покажет, неизвестно. Но сотрудники соответствующих органов уже начали готовиться. Следующий рейд пройдет в рамках этапа «Лето-занятость» с 22 по 31 июля. Архангельск принял участие во всероссийском фотопроекте «Сушка». В нашем городе его провели сотрудники Доброливовской библиотеки. Акция по обмену фотографиями пришлась по душе северным фотохудожникам. Не оставила она равнодушной и Екатерину Грициенко. «Постой мгновение, ты прекрасна!» Кажется, эти слова великого Гёта способен воплотить в жизнь только фотограф. Ловец и хранитель вечно исчезающих мгновений. Он знает, каждую секунду этот мир неповторим. Елена Терпилко занимается фотографией год. Говорит, за это время мир в ее глазах стал другим. Он не то что изменился, он просто кардинально перевернулся, вот так вот скажем. Нас научили видеть то, что не видят другие люди, понимаете, это вообще, это очень интересно. Обычно «Сушки» собирают и профессионалов, и любителей. Впервые такая акция была организована в Санкт-Петербурге в 2010-м, а потом облетело еще в более ста городов. Каждый участник «Сушки» оставляет свою работу, а взамен берет любую понравившуюся фотографию. На обратной стороне карточки можно написать свои пожелания ее будущему владельцу и даже оставить контакт для связи и обмена опытом. Как правило, организаторы не ограничивают тему работ, но эта акция была, конечно, посвящена юбилею Архангельска и прошла под названием «Чувствуя город». Можете принести фотографии, которые рассказывают о каких-то родных, близких людях, о каких-то событиях, происходящих у вас замечательных в нашем городе или любимых местах этого города. Но если кто-то принес фотографию, не посвященную городу, конечно, он может и ее повесить. «Сушка» вдохновляет, говорят фотохудожники. Для кого-то это первая выставка, для кого-то способ подтвердить народное признание. Но видеть, что твоих работ на бельевых веревках больше не осталось, приятно каждому. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. В праздновании 430-летия столицы Поморья, любимая горожанами Чумбаровка превратилась в улицу народных мастеров. О том, как это было, в нашем следующем репортаже. Момент по-своему исторический. Свои двери для горожан открывает новая визитная карточка Поморья. «Дом традиционной северной культуры. Архангелогородская сказка». Поприветствовал первых гостей дома мэр Виктор Павленко. «Мы в 2012 году с коллегами решили, что дом купца Ананина, который построен в 1872 году, будет реставрирован. И здесь поселится поморская семья. Конечно, это прежде всего сохранение нашей культуры. Это культура деревянного зодчества. Здесь будет история нашего города, прием, традиционная гостеприимность, наша поморская семья, наши ремесла». Посетители «Архангелогородская сказка» встречают несколькими экспозициями, выставкой работ, посвященных Новоземельскому архипелагу, а также героям сказок Писахова. А в интерактивной комнате сказания о граде Архангельском можно узнать о славных страницах истории поморской столицы. Символически открыл выставку глава города, спустив на воду импровизированный с северной длины первый корабль. «Корабль называется «Архангельс». Удивила красавица Чумбаровка в этот день не только открытием дома архангелогородской сказки. На любимой горожанами улице закрутилась ремесленная карусель. Буйство фантазии мастеров воплотилось в расписной и берестяной утвари, куклах из трав и льна, лоскутном шитье, изделиях из бисера и, конечно же, северном прянике – козулях. Этой ярмарке краски привлекли жителей и гостей поморской столицы с раннего утра. Многообразие звуков и буйства красок – это еще не вся характеристика ремесленной ярмарки. Она как карта мира. Здесь мастера из Северодвинска, Шенкруска, Каргополя. Есть и вятские умельцы. Вот, допустим, наша северная игрушка называется «Побегушка» для моторики руки, координация движения, отличная головоломка, при том, не ломается. Вот, полезно детям от двух до ста лет. Что еще? Есть целый вид для признания любви. Это наша вятская свистунья. На ярмарку в столицу Поморья приехали гости из Северодвинска. Мы специально приехали, вот я из Северодвинска, дочь у меня учится в Питере, она на каникулах сюда приехала. Ну, именно за хорошим настроением, за праздником, за какими-то, может быть, знаниями дополнительными по истории Архангельска, ну, например, народных ремесел. Впечатления очень яркие. Хотела бы, конечно, сказать большущее-пребольшущее спасибо нашей мэрии города в лице мэра Виктора Николаевича Павленко, ну, и, естественно, всей его команде. Спасибо за то, что вот подарили городу такой праздник. Артемий Заварзин, Инга Швецова, Сергей Минин, Владимир Орлов, Панорама Севера. Юбилей Архангельска запомнится горожанам не только как яркий и красивый праздник. В этот день были подведены итоги городских творческих и профессиональных конкурсов. С подробностями Екатерина Грициенко. О городе, о море, о себе рассказывают в своих музыкальных и поэтических произведениях наши талантливые земляки. А вот итог их творческих достижений был подведен в День города на площади мира. Эмоции меня переполняют. Я чувствую гордость, испытываю гордость за свой город. Я очень рад, что получил этот диплом. В конкурсе о городе, о море, о себе участвовали как профессиональные поэты и композиторы, так и самодеятельные авторы без ограничений по возрасту. Победители определяли в номинациях музыкальное и поэтическое произведение. Диплом третьей степени Алексею Карпову принесла песня «Здравствуй, Арктика». Она навеяна была моей работой в Северном Арктическом федеральном университете, в котором на каждом шагу все связано с Арктикой. Главное условие конкурсным материалам – они должны отражать тему любви к Архангельску, его прошлому, настоящему и будущему. И неважно, написано ли произведение о целом городе, его районе или улице, главное, чтобы в нем раскрывалась красота души северного народа. Мы пишем песни на протяжении всей своей жизни и живем в этом. Я работаю в культурном центре Бакарица, мы в этом валимся, живем. Произведения лауреатов, дипломантов и участников конкурса получили и материальное воплощение. При содействии мэрии города выпущены диски и сборники стихов наших северных авторов. Каждое стихотворение начинающего автора – это своеобразная летопись нашего города. Тем временем на площади у Драмтеатра подводили итоги других конкурсов. 32 участника, 5 номинаций и всегда чистые дворы. Конкурс «Лучший архангельский дворик» доказал – красота этого мира в наших руках. По результатам конкурса создателями самого уютного дворика в городе стали жители многоквартирного дома номер 32, корпус 4 по улице Воронина. Также в День города чествовали лучших предпринимателей, кондитеров и поваров Архангельска. Эта премия получена за работы по реставрации зданий Макаровских бань. Это приятно получить оценку своего труда, потому что это, наверное, первая оценка за 25 лет предпринимательской деятельности. Я люблю свою профессию, отдаю ей душу. Очень приятно, очень добрая профессия. Признание всегда заставляет идти вперед, стремиться к большему, развиваться и творить на благо людям. И такие городские конкурсы обязательно приведут к новым достижениям. Екатерина Грициенко, Ольга Красолина, Панорама Севера. Любой праздник, к сожалению, заканчивается. Вот и в Котласе завершился театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». В этом году он отпраздновал свой третий день рождения и стал международным. Закрытие театрального фестиваля – это всегда праздник, ведь позади бурная фестивальная неделя, много работы, мастер-классы, общения с коллегами, актерами и зрителями. Каковы же итоги третьего театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам»? За шесть фестивальных дней на разных площадках Котласа и Вычегодского было показано 25 спектаклей. Очень разных, непохожих друг на друга, ведь участники Котласского фестиваля работают в разных книжах. Драматические театры, театр кукол, театры юного зрителя. Разнообразные, разноплановые театры собрались, и зрители увидели, ну, разные спектакли, совершенно разные жанры, разную манеру исполнения чуть-чуть даже, разные манеры, разные стили, что ли, можно так сказать. И этим он был интересен. Я Нимфа! Я Афелия! Не верю! Всего за фестивальную неделю 11 театральных труп представили свои постановки, причем Архангельские, Череповецкая, Сыктывкарская и Рыбинская – это опытные тарарамщики. С их творчеством в Котлашане знакомы по предыдущим фестивалям. Среди новичков – Кенишемский театр юного зрителя, Дзержинский театр кукол, Вышневолодский областной драматический театр, Могилевский театр драмы и комедии из Белоруссии. Гран-при в этом году присудили Вышневолодскому областному драматическому театру и за спектакль «Все бегут, летят и скачут». Эта веселая музыкальная постановка по стихам Даниила Хармса не оставила равнодушными ни зрителей, ни жюри. Котласские артисты представили на фестивале постановку «Гадкий утенок», а на финальном капустнике предложили три разных прочтения сказки про курочку-рябу. За большой вклад в развитие фестивального театрального движения в России Котласский драматический был награжден дипломом Союза городов Центра и Северо-Запада России. По общему мнению, у Тарарама большое будущее, но теперь он будет проводиться один раз в два года. 4 июля в 14.30 начнется прямая трансляция из Архангельского городского культурного центра в церемонии вручения знамени УФСИН России по Архангельской области. В мероприятии примут участие руководство и представители правительства региона, мэрии, силовых структур, сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. 5 июля в культурном центре Рикосиха по случаю празднования 85-летия Приморского района состоится театрализованное представление, которое также можно будет увидеть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов и матчей вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 656326. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сети визоре портала «Правда Севера». В Архангельске завершался шестой розыгрыш открытого Кубка города по пляжному футболу. Несмотря на пасмурную погоду и холодный ветер, на футбольном поле кипели жаркие спортивные страсти. Обо всем по порядку Виктор Кузнецов. Открывала турнир встреча команд «Сокол» из Катунина и «Архангельской фортуны» одного из главных претендентов на победу в Кубке. Большие амбиции Архангелгородцев не получили подтверждения на футбольном поле в первом матче. Несмотря на огромное желание победить, игра сложилась не в их пользу. Мы претендуем на Кубок, естественно, на золото. То есть мы в этом году дали установку играть на победу. Настрой хороший, боевой у команды. Каждая игра будет играться на победу в любом случае. Катунинцы оказались сильнее 3-0, что, впрочем, не помешало фортуне бороться с другими соперниками за итоговый успех. Команд в этом году собралось немало. География турнира у нас каждым годом расширяется. Если 2-3 года назад играли команды только из Архангельска, то уже последние несколько лет принимают участие в турнире как команды из Архангельска, так и команды из Северодвинска и Новодвинска. То есть в этом году у нас представлено на турнире две команды северодвинских, одна новодвинская, ну и 11 архангельских. По итогам двухдневного турнира победителем четвертый год подряд стала команда Архангельск. Второе место за футбольной дружиной «Дизель». Бронза досталась клубу «Северная Двина». Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панорама Севера. Далее информация о курсе валют. По данным Центробанка на 3 июля доллар США составит 34 рубля 25 копеек, евро 46 рублей 84 копейки. Это была Панорама Севера. Далее на телеканале ПС смотрите программу «В центре внимания». У нас в гостях начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Гебадуллин. А я, Александр Цепнитов, с вами прощаюсь. До встречи. Атмосферное давление будет расти. Редактор субтитров А.Семкин